Очень приятно быть здесь перед вами, в университете, где я когда-то учился и работал, в котором связаны разные, но в основном хорошие, естественно, воспоминания. Именно здесь я начинал заниматься историей эллинизма, продолжая традиции так скромно. Мы поставим себя в один ряд с Фёдором Герасичем Мищенко, с Аркадьевичем Шоком, Владимиром Даниловичем Живуниным. И та тема, которую я вам сегодня представлю, она, в общем-то, тоже связана непосредственно с тем, что я изучал в течение долгих лет уже достаточно. Ну, вот сейчас это формализовалось в некоторое интересное, как мне кажется, наблюдение, не только связанное с историей эллинизма, но и более широкого плана. Я об этом чуть позже скажу. Так, ну, название перевели, да? Одиозные, одиозные, официальные. Какие имена? Одиозные, одиозные, официальные, не простасуные. Почему? Почему официальные? Ну, как? Проманозы это красивые. Красивые, славные. Да, ну, уходящее выражение номинас-унт-одиоза, имена ненавистные, одиозные, да. Ну, вот я решил продолжить эту фразу немножко другими именами, с более положительными коннотациями. Надо было бы, конечно, подобрать что-то на греческом языке, но, в общем, такой фразы не нашлось, хотя материал, конечно, будет связан в основном именно с греческими. Ну, а этот портрет не идентифицировали, кто такой, какой красавчик? Нет, не Александр Валкидонский, Диметрий Полиаркет, собственно, один из носителей вот этих неофициальных имен, имя очень, пожалуй, самое известное. А кто из этих параметелей? Он сын Антигона Одноглазова, основателя династии Чагана. Какой неродной внук получается. Ну, поскольку Антигон, это же, ну, как сказать, наследник? Ну да, он чуть... Антигон был из поколения Филиппа, то есть он был гораздо старше Александра Диметрии, был младше Александра, но принимал активнейшее участие в войнах. Диадоху вот этих самых наследников. Ну, и имя его Полиаркет, что означает? Осаждающие города. Ну, вот дальше, ну, посмотрим, посмотрим, есть ли у него какой-то, так сказать, скрытый смысл этого и... Значит, речь у нас пойдет об эпохе эллинизма, которое... Вы уже прослушали курс истории Древнего мира до этого периода, да? Сейчас уже так устро у вас Рим, наверное, да? То есть эллинизм. Ну, как обычно, Евгений Александрович эллинизм не любит и не знает. Да, и, наверное, он вам подробно об этом не рассказывал. Ну, это общая судьба такая вообще эллинистической истории, что учебные курсы, как правило, ее почти что обходят вниманием. Между тем, на мой взгляд, это история эллинизма, это не вполне греческая история, это все-таки явление несколько отдельное, особенное. Эллинистический мир – это мир греко-восточный. Если несущей конструкцией, так сказать, греческой цивилизации архаического классического времени был полис, то теперь эта роль переходит к монархии. И вот на этой карте прекрасно видно, что эллинистический мир представлял собой систему, в которой существовали и задавали тон крупные монархические объединения царства. Государство Селивкинов, государство Телемеев, Македония, в которой правила династия антигонитов, как раз вот сын Деметрия Полиаркета, антигонгоната, о котором тоже пойдет речь, утвердил там о правлении своей династии. Более мелкие государства. В Малой Азии Таргамское царство, Лифинское царство, Пантийское царство, Каппадокийское царство. Эти государства интересны тем, что здесь у власти были не греко-македонские завоеватели, а представители местной аристократии. В Понтии, в Каппадокии, в Армении, в Медиатропотене и Парфии это были династии иранского происхождения, возводящие свою генеалогию с теми или иными основаниями к персидским царям Ахиминикам. Ну и вот, понятно, что создание этой системы монархических государств естественно повлекло за собой очень существенное изменение в идеологии греческого общества, поскольку, ну, все-таки, так сказать, ведущим этносом в эллинистическом мире были греки и македонины. Ну, в данном случае эта разница между ними была не столь значительна по сравнению с той разницей, которую они ощущали сами по отношению к восточному народу. Ну и вот, наверное, одним из знаковых, одной из знаковых перемен в идеологии греческого общества является то, что постепенно, в течение третьего века до нашей эры происходит процесс складывания царского культа. Цари, прежде всего это касается селикидов и фелемеев, становятся объектами почитания на государственном уровне. После смерти, а последствия при жизни, они считаются равными богами. Ну, равными богам, ну, не совсем боги, ну, как было сказано в названии одной из книг, посвященных царскому культу, недавно вышедшей, меньше, чем боги, но больше, чем люди. То есть некий такой надчеловеческий статус им был придан, и начало этому положил, естественно, еще Александр Медонский. И одним из, одной из черт, сопровождавшей утверждение царского культа, становится принятие официальных царских имен. Вот, царских эпитетов, которые становятся частью, ну, иногда их называют тронными именами, то есть имена, которые становятся частью официальной титулатуры, и встречаются часто в надписях, на монетах. Ну, и вот недавно вышла очень хорошая обстоятельная книга итальянского исследователя Федерико Марио Мучиоли «Официальные эпитеты фермистических царей», где он проводит вот их классификацию, ну, я бы, правда, немножко в другом порядке ее расположил, да, наверное, военные все-таки были бы куда-то вверх отнесены, связанные с политической сферой. Значит, ну, коротко об этих эпитетах тоже следует сказать, поскольку есть определенная связь между эпитетами официальными и эпитетами неофициальными, о которых у нас, собственно, пойдет речь. Значит, Сатер – это спаситель, Эвергет – это благодетель, Дикаюс – справедливый, Хрест – благой, хороший, Тист – основатель. Значит, связанные с семейной сферой, Филадеев, любящий сестру или брата, или любящая в греческом языке существительные двух окончаний, мужской и женской, вот там одинаковые, Филопатор – любящий папу, Евпатор – славный отцом, Филометтор – любящий маму, Филопатор – особенно трогатель, любящий дедушку. А он дедушку не бил, да, он дедушку любил. Был и такой. Значит, эпитеты с корнем Фил, имеющие тоже политическое значение, Филэлин – любящий греков, Филопатри – любящий родину, не путать с Филопатором, сейчас у нас будет пример, Филороме – любящий римлян, Филокайзер – любящий Цезаря, Филантоний – любящий конкретно Антония. Эпитеты с божественной сферой, это просто бог, так скромненько, да? Рад представить, очень приятный царь, очень приятный бог. Теопатр, имеющий божественного отца, Дионис – просто Дионис, Эпифан – явленный со славой, Евсений – благочестимый. Ну и, естественно, поскольку инистическая монархия возникала как военное предприятие первоначально, и царь был прежде всего воином, как Александр и его преемники. То появляются и соответствующие эпитеты. Никакар – победитель, Калинник, не будет с Калинником, в городах автоматически исправляют обычно. Значит, одерживающий прекрасные победы, Никифор – победоносный, а Никет – не победитель. Ну, вот мы видим эпитеты такие звучные, пышные, торжественные, призванные подчеркивать значимость царской власти вообще и каких-то конкретных ее носителей. Ну, вот конкретные примеры того, как эти эпитеты проявлялись. Значит, в государстве Селевкида вот такой очень своеобразный был правитель, ориентировал четвертый, которым Ильев принял эпитеты Бог, Эпифан и Никифор. В Парфянском царстве, ну, это, значит, прозвище эти иногда называют Эпиклесами, собственно, греческие слово «прозвище» оно и означает. Значит, не очень понятно, кто из этих вот трех правителей здесь был, потому что Аршак, Упарфян – это было имя основателя династии Аршака и впоследствии оно стало так же, как Цезарь в Риме, практически именем, равнозначенным царскому титулу. Ну, вот мы видим, что здесь легенда – это, по-моему, это самое длинное, я специально старался подобрать, значит, самое длинное сочетание всех этих Эпиклесов и видим, что здесь из легенды даже не осталось места на реверсе монеты. Значит, царь великий Василиус Мегас автократер самодержит, сфилопатр, любящий папу, эпифан со славой явленной еще любящий грек, датучий. Ну, и вот в Каппадокийском царстве последний представитель, основатель третьей династии Каппадокийских царей, вот обратим внимание, какое у него сильное, немножко такое наивное желание все-таки вот утвердить эту династию, да, он и любящий родину, он иктист, основатель. Но это ему не помогло, потому что он был последним представителем Каппадокийских царей вообще и первым последним представителем своей династии, император Тибери, его сместил и Каппадокий в 17-м году превратил римскую правительство. Ну, вот эти примеры, наверное, дают определенное представление о том, как, с какой целью, в каких формах использовались официальные эпитеты македонских, не только македонских, но и восточных царей эллинистического уровня. Значит, что же касается эпитетов неофициальных, то здесь ситуация весьма своеобразная. Они тоже получают очень широкое распространение, и их изучение представляет очень большой интерес как в плане отдельных, так сказать, case studies, такие примеры вам будут представлены, так и в более широком комплексе в такой достаточно протяженной исторической перспективе. И сейчас вот то, что я вам представляю, это часть большого коллективного проекта, в котором участвуют вот названные коллеги проект Российского гуманитарного научного фонда «Неофициальные прозвища государственных деятелей древнего мира как культурно-исторический и политический феномен». По итогам, я надеюсь, мы издадим коллективную монографию. Очень приятно, что вот на нашей конференции сейчас Эдуард Валерьевич делает доклад в рамках нашего гранта, и Александр Валентинович тоже у прозвища «Римский кондерапов». Так что, если хотите послушать продолжение этой истории про прозвище, как мы иногда говорим про погоняло, то можете послушать, может быть, даже с лекцией. Идете, я думаю, вас не накажут. Ну, действительно, этот феномен требует комплексного рассмотрения, ну, а начать, разумеется, следует с, собственно, с древней Греции эпохи арханики и классики, чем у нас занимается Игорь Евгеньевич Суриков, ведущий наш специалист по истории Греции. И он, собственно, начал с того, что он уже одну статью такого обобщающего плана по этому проекту опубликовал, и он отметил, что, в принципе, в древней Греции, в полюсной Греции прозвищ было не так уж много. Почему? Ну, вот как-то не очень понятно на самом деле. Может быть, потому, что у Игоря Евгеньевича такая рабочая гипотеза, что эпиклеса, прозвище, собственно, обычно употребляется по отношению к богам. То есть, Зевс Олимпийский, Афина Паллада, Афина Дева Парфенос, Аполлон Лигейский, Аполлон Бельфийский. То есть, вот это вот эпиклеса, это, так сказать, нечто божественное, а не очень человеческое. С другой стороны, мне кажется, возможно, что в рамках полюсного коллектива, ну, вот наделение человека такими эпиклесами было не вполне типичным, поскольку это было, ну, не вполне соответствовало нормам полюсной этики и идеолога. То есть, ну, человек все-таки все считались граждане полюса равны, хотя, конечно, некоторые были равнее других, как говорится, но, в принципе, вот, какие-то такие прозвища, ну, все-таки это какое-то выделение из гражданского коллектива, и это не особо как-то приветствовалось и применялось. Ну, вот, тем не менее, примеры этого есть. Вот, Аристик Справедливый, знаменитый политический деятель, астраконок, на котором написано его имя, осуждающий его изгнание из Афин, значит, Кимон, Каален, простак, ну, чтобы не сказать тупица, можно и так перевести, Перикул, знаменитый, Зерзленоголовый и Олимпийца, а для Наголового мы чуть поговорим попозже, Гераклик, царь, про которого писал Эдуард Валерьевич Рунг, он имел какие-то дипломатические отношения с персидским царем, и за это был прозван царем. Царь Кирены, города в Северной Африке, Бат, был прозван счастливым за свою удачную политическую карьеру. Значит, поскольку в галлинистическом мире монархии в основном, ну, многоспользующим этносом были в Македонине наряду с греками, то, естественно, нужно обратиться и к тому, что у нас было в этом отношении связано с прозвищами в Македонии. Здесь тоже ситуация достаточно интересная. Была высказана рабочая гипотеза, что прозвища как раз получаются, получают широкое распространение в эллинистическом мире прозвища правителей и политических деятелей, поскольку, поскольку анонастикон, набор имен в македонской, у македонской военной аристократии был достаточно ограничен и требовались какие-то вот такие дополнительные определения, которые могли в этих тезах различать. Я решил это проверить. Есть хороший справочник про сапографию империи Александра. Про сапография, знаете, что такое? Про сапография это исследование каких-то людей, связанных какой-то одной общей темой. Ну вот, в данном случае про сапография Александра, то есть, людей, которые были с ним в родстве, которые с ним воевали, против которых он воевал. Ну и я решил выбрать, во-первых, из всей этой про сапографии конкретно македонин, во-вторых, посмотреть, сколько там прозвищ у них, сколько среди них тезок, и в-третьих, посмотреть, сколько прозвищ. Начало было очень радостное. Практически одно из первых имен Адаиос, Адей, типичное македонское имя, и вот было написано, что отцом его, вероятно, был тоже некий Адей, полководец Филиппа еще отца Александра по прозвищу Алектрион, Петух, ну, видимо, за свой заделистый нрав. Ну, вот я обрадовался, думаю, сейчас эти прозвища тут попрут. Нет, ничего подобного. Все исчерпывается практически этим только набором. Здесь интересен нам пример Александра I, македонского царя из династии Аргиадов, который правил во время греко-персидских войн. Вот имя Филелин это неофициальное имя, в отличие от того, что оно стало традиционным, достаточно распространенным уже в эллинистическую эпоху, но оно ему было дано уже задним числом, как-то после его смерти. Ну, вот интересный достаточно пример. Значит, Аллорит или Кистинец, это имена, которые связаны с географическим фактором, уроженец города Аллора и уроженец области Лингвистиды, Верхней Македонии, в Горной Македонии, где сейчас Республика Македония примерно. Значит, Птолемей Лаг, тот самый Птолемей, первый, который Сатер, Лаг, это, собственно, его отчество, папу его звали Лаг, Заяц, нормальное такое македонское имя. Ну, и вот два клита, клик белый, клик черный, явно, так сказать, парочка такая, черный, это тот самый, который, которого Александр Спьяновым убил во время ссоры. Вот. Белый еще пожил и повоевал при Диаде. Ну, наверное, как-то это связано все-таки с македонской монархической аристократической традицией, но вот такого четкого, уверенного подтверждения этому найти не удалось. Это монета Александра Первого, как раз обратим внимание, что имя здесь написано, без царского титула до Александра Великого, Александра Третьего, не употребляли македонские цари титулы басилец. Что писали об этом позвищах неофициально сами греки? Ну, вот у нас есть такое свидетельство Плутарха, знаменитого биографа, из биографии Кориолана, римского политического деятеля, ну, мы помним, что в Риме была система трианомена, знаете, да, Гай, Юлий, Цезарь. Номен, это, собственно, родовое имя, в данном случае Юлий, преномен, это имя личное, Гай, и когномен, Цезарь, значит, ну, изначально это было прозвище, Цезарь это волосатый, Цезарь это горошек, вот, Плутарх здесь как раз вот пишет о римских когноменах, ну, и говорит вот о греческих прозвищах, отмечая сходство этого феномена с римскими когноменами, значит, здесь мы видим вот и официальное прозвище, Сатер или Калиник, занаружность, Фискон или Гриб, Пузатый или Горбонос, и нравственные качества, Энергет и Филадельф, Счастье, ну и вот видим даже прозвище данное в насмежу, как мы дальше увидим, таких прозвищ было довольно много и едва и не большая часть вообще всех неофициальных прозвищ, это прозвище именно открыто или так сказать с подтекстом, но иронически, значит, прежде всего естественно требовалось, да, надо отметить, что вообще как целостный феномен прозвища правителя эллинистического мира никем не изучались. В старой работе итальянца Эвариста Бречча начала 20 века были собраны эти эпитеты, ну просто вот собраны и все, все вместе без анализа и, в общем-то, во-первых, и не все, и во-вторых, только прозвище даже не всех представителей не всех эллинистических династий и только царей, хотя, конечно, нужно рассматривать комплексы с правителями, с политиками не только царского статуса. Естественно, возникает необходимость эти прозвища как-то прежде всего классифицировать, подобно тому, как Мучуули это сделал с официальными эпитетами эллинистических правителей. Ну и вот картинка получается у нас такая. Первое, что вполне понятно, по особенностям внешности. Значит, здесь у нас есть следующие примеры. Антигон первый, отец Деметрия Полиаркета, Монофтальм одноглазый, о котором мы будем говорить, и Циклоп, иногда еще его звали. Деметрий Тощий, Деметрий Красивый, вот, иногда его перевозят как прекрасный, хотя мне кажется, что он был некрасивый, такой красавчик. Ну, действительно, есть такое ощущение, что вообще в греческой симпосиальной культуре фраза там «годейнос», такой-то, такой-то, колес, это явный, извиняюсь, гомосексуальный, так сказать, оттенок. Ну, в греческой симпосиальной культуре это было распространено. Деметрию этому, видимо, неприменимо, но вот он был таким мачо, который был убежден собственной неотразимости, и из-за чего, собственно, что отчасти его и погубило. Он там, ставший царем Киреной, он недовольствовался своей молодой женой, завязал еще интрижку со своей тещей, и, в общем, жена этого не стерпела, и маму-то пощадила, а неверного мужа по ее приказу убили. Так что красота его не пошла ему на пользу. Значит, антигон третий фуск. Что такое фуск, у нас будет отдельный разговор. Обычно это прозвище считают загадочным, но мне кажется, что удалось эту загадку скоро, так скажу, разгадать. Значит, селек второй поган бородатый. Вот мы здесь видим, здесь вот еще без бороды, здесь уже вполне себе бородатый. Была такая гипотеза, что бороды отращивали те цари, которые побывали в плену Парфяна. Ну, дискуссионный вопрос о том, был ли в плену Парфян селек, но сейчас эта теория, в общем-то, отвергнута. Так, в общем, вопрос моды не более чем, хотя в основном реалистические правители брились, но вот могли и бороду время от времени тоже отпускать. Значит, в Тельмее восьмой и десятый фисконы, кузаны, да, кузаны. Вот, очень интересная история у этого прозвища. Птолемей восьмой был прозван так знаменитым александрейским филологом Аристархом Самофракийским, который, в числе прочего, занимался творчеством лирического поэта эпохи-архаики Алкея. И Тельмей личность на рейхе была противная, ну, здесь пузатость его особо незаметна, да, на монете. Вот. Ну, в общем, нехороший был человек и устроил он как-то репрессии против филологов, за что его прозвали филологом александрейцы, дальше у нас будет этот пример. Вот. И Аристарх был вынужден отправиться в изгнание, но вот он на память о себе оставил вот эту кличку. Причем, судя по всему, он ее позаимствовал из творчества именно Алкея. До того это слово не употреблялось, а Алкей его применял к своему политическому противнику тирану Питаку. Вот. Питак был пузан, фискон, и Аристарх так сказать актуализировал это прозвище применительно к своему нерву Толемею VIII. Да, ну как мы видим здесь никакого пиетета подданных по отношению к царям не прослеживается. Здесь у нас и чувство юмора, иногда весьма такого соленого, как мы дальше увидим. Вот. И вполне так сказать ну подход в общем без всякого пиетета. Значит, Толемей опион. Опион у него практически было лично имени. Не очень понятно, что с этим прозвищем. Возможно, что он был как раз в противоположность он без номера. Он не был правителем в Египте, он был правителем Кирены. Но его противником был Толемей о господи, какой там а восьмой как раз, да, то есть этот жирный, а этот нежирный. Возможно, вот так могли произойти. Значит, Лафир, Латюрус, не очень понятно, что такое, ну, наверное, вот считают бородавкой в виде горошины. Вот, Цицерон, тоже горохов получается, и, собственно, его предок получил это прозвище вроде бы из-за такой бородавки. Пусть и первый царь Вифини хромой. Интересно, что хромоту это он получил в результате ранения, когда он лично штурмовал город Гераклею Понтийскую, будучи уже в очень преклонном возрасте. Ну, судя по всему, ему лет за 70 где-то было, но вот первым залез на стену, ну, получил ранение, и, значит, Вифинцы отступили, а Гераклея устояла. Антюх восьмой гриб горбоносый, ну, здесь горбоносость, так сказать, вполне отчетливо прослеживается. Да, и вот еще один очень интересный персонаж Пруссий Однозубый. Это внук этого Пруссия, он тоже царем Вифиния не был, сын Пруссии второго Вифинского царя. Вот с этим прозвищем очень интересная связанная история. Дело в том, что различные античинаторы объясняют, что у него верхние зубы срослись в одну кость. Как у Пира, совершенно верно, как у Пира знаменитого, который Пировой победой одерживал над римлянами. И я возьми и проверь, нет ли тут какой-то генеалогической связи между ними. И оказывается, что действительно велось очень много споров по поводу того, кем была мама знаменитого македонского царя Филиппа V. Либо это была внучка Пира, либо это была какая-то другая женщина неясного статуса хрисеида. И получается, что если я порылся в стоматологической литературе, поконсультировался, все по-честному. Это наследуемая аномалия, она называется шизодонтия, встречается достаточно редко и передается по наследству. И в таком случае у нас есть очень сильное основание подозревать, что мы получаем дополнительные аргументы и так к наиболее авторитетной теории, что все-таки матерью Филиппа V была именно внучка Пира, а замуж за Пруссия I вышла сестра Филиппа, которая, видимо, была носительницей этого же гена. Ну и вот, собственно, через вот по этой так сказать линии данный ген передался и к внуку. Пруссия Пруссию однозумно. Идем дальше. Прозвище, естественно, связанное с военно-политической деятельностью. Тоже нередко имеющее, как это может показаться не странным, какие-то иронические подтексты. Ну, Деметрий Полиаркет. Вроде бы казалось, что Полиаркета, Полиаркета, саждающие города. Он был большим фанатом военной инженерии, создавал всякие грандиозные машины осадные, но прозвище он это получил после осады Родеса, которая, в общем-то, не завершилась взятием этого города. И, более того, в ознаменовании, ну, как родственцы имели основание считать этой победы, они воздвигли вот знаменитый, знаменитую статую бога Гелиуса, покровителя Полиуса, которая причислялась к одному из чудес света. Считалась одним из чудес света. Ну, и вот, в источниках мы этого не найдем, но историки современные считают, что это прозвище устрашающий эпитет, как говорит Плутар, оно могло иметь иронический подтекст, что, дескать, он осаждающий города, но нифига не берущий. Значит, Телемей, Керавн и Селеп Третий Керавн, Перун. Как кажется, и здесь даже могло быть некое, так сказать, двойное дно у этого прозвища, оба правителя были совершенно никудышнее. В Телемее Керавн, я пытался доказать, написал об этом отдельную статью, судя по всему, получил это прозвище, как мне кажется, после того, как он неожиданно совершенно, ну, как гром среди ясного неба, убил своего благодетеля, селевка первого Никатора, который держал его при дворе о своем с целью, чтобы использовать при случае в интригах против Толемея, его сводного брата, Толемея, Филадельфа, Толемея Второго, вот, и, значит, вот, Толемей неожиданно совершенно, ни за что, ни просто, как говорится, селевку убил, и на короткое время стал целем Македонии, но там правил недолго, и кончил очень плохо. Вот мне кажется, что это прозвище могло быть дано именно вот с таким подтекстом, что, дескать, вот раз, шарахнул тут и все, а ничего подразумевающего здесь его стремительность, его отвагу, как иногда считают, мы не наблюдаем. Значит, пир, воины его звали Орлом, Орел наш, почему такой маленький, болель, Толемейн Драмах, вот о нем писал Владимир Данилов Джигунин, возможно, это прозвище, означающее, было и такое греческое и личное имя в Драмах, сражающийся муж, да, возможно, значит, здесь был намек на неудачное для этого политика сражение при Агросе. Точно такая же история с Диметрием Вторым, македонским царем из династии антигонидов, который получил прозвище Этолик, итальский, совершенно нетипичное для эллинистического мира, оно похоже вот на прозвище римских политиков, там, Метел, Нумидийский, Сцепион, Африканский и так далее. Ну, вот, судя по тому, по всему, Этоликом Диметрием был прозван, что он воевал с италийцами, но воевал, опять же, неудачно. То есть, это не, так сказать, не суворов римникский, а в сообществе наоборот. Антигон Третий, о котором у нас будет речь, имел прозвище Эпитроп Опекун, поскольку он был назначен опекуном малолетнего Филиппа Пятого, после смерти вот как раз Диметрия Второго, и должен был передать власть Филиппу, когда тот повзрослел. Ну, он, правда, сам правил царем, ну, в общем, в качестве нормального царя, но, судя по всему, в общем, со своими опекунскими обязательствами он справился вполне достойно. Далее. Прозвище, связанное с какими-то особенностями, личностями, конкретными событиями жизни правителей, ну, иногда, естественно, тоже политического свойства, порой это откровенно оскорбительные кличи. Ну, вот, Диметрий Первый, тот же самый полиаркет, который был прозван мифом. Мифом его прозвали Афинь за то, что он, мужчина, был тоже такой мачо, значит, неотразимый совершенно, у него было много всяких любовных романов, и вот один из романов был с знаменитой афинской гетерой Ламией. Ламия – это вообще имя ужасного такого божества из греческой мифологии, и афиньи говорили, что вот в мифах своя Ламия, а у Диметрия своя. Вот за это его прозвали миф. Значит, Антигон Третий, тот же самый, который Эпикун, Эпитроп, и который Фуск, дальше мы будем говорить, значит, у него было прозвище Досон. Досон – это причастие будущего времени от глагола Дидуми – давать, то есть, тот, кто обещает дать в будущем. Ну, судя по всему, здесь вот иронический оттенок, как Плутарх и говорит, да, помним в биографии Кореала, что значит, он много обещает, но делает на самом деле мало. Может быть, здесь оттенок такой, что он, дескать, обещает передать власть Филиппу, когда его опекунские обязательства кончатся. Тоже такое может быть. Ну, здесь, в общем, с этим прозвищем все более-менее ясно. Значит, антипатры Тесии, вот и Тесии – это ветры, которые дули в Северной Греции в течение 45 дней. Вот этот антипатры, он правил, похоже, примерно в то же время и правил примерно 45 дней, за что, похоже, его и прозвали Тесии. Антиоргий Еракс Коршун. Ну, вот, орел у нас все-таки военно-политической деятельности, а Коршун в таких прозвищах, да? Вот, обратим внимание на его диадему, здесь у него такие крылышки, да? Может быть, ну, вроде бы сказано у одного, правда, позднего римского автора, что он был прозван так, за то, что он был хищный, коварный, игроломный, вот, ну, видимо, орел, он благородный, а Коршун не очень. Ну, надо разобраться, на самом деле, то ли это Коршун, то ли это Сокол, ну, и, как мы видим, он вот эту свою птичью, так сказать, аллюзию вполне мог подчеркивать, так что, может быть, это и не было таким ироничным прозвищем. Антиор IV, тот самый, у которого было много эпиклес, значит, одна из них была Эпифан, явленный со славой, ну, за эксцентричный нрав, его подданные прозвали вместо Эпифана Эпиманом, безумцем. Димитрий II из династии Селевкидов, не из македонской династии, не из антигамидов, а из Селевкидов, Селепид, кандалоносец, поскольку он был в плену у Парфян, и вот, видим, что он тоже вполне себе Барагат. Далее, Димитрий Элкайрос, Элкер, удачливый, как-то вот он удачно пришел к власти, что было отмечено. Селеп VII Кибиасак, продавец соленой рыбы, не знаю, еще не занимался, чего он там продавал соленую рыбу, но, видимо, связан с какими-то перипетиями политической судьбы. Тельмия III, IV, Трифон, Трифон тоже, имя довольно интересное. У нас есть пример, что в государстве Селевкидов некий Диодот узурпировал царскую власть и принял имя Трифон. Трифон может означать роскошный, пышный. Было женское имя Трифена, Клеопатра Трифена была, Антония Трифена, внучка Марка Антония. Так что здесь Трифон могло быть и таким именем вполне положительным, но могло иметь оттенок и вот такой, что изнеженный, неженка, ну судя по всему это относится к этим Толемеям именно вот второй аспект. Да, ну Толемей восьмой, значит он больше всех у нас прозвищ получил, да, он у нас уже был физконом, здесь он еще вместо Эвергета Кокергет злодей, ну и вот филолог, здесь знание ученых. Значит, Толемей десятый, вот любезный и закравшийся. Кроме того, Кок означает багряный, ну, говорится, что это неприличное прозвище, не будем уточнять, что там у него считалось багряным с точки зрения его подданных, наградивших этим прозвищем, вот. Толемей четырнадцатый, флейтист, за любовь свою к флейте и к музыке и незаконно рожденный Пруссий второй охотник, вот мы видим его тоже, кстати, диатема такая же, как у Диога Гееракса и такая же, как у последнего македонского царя Персея. Ну, Персей, понятно, с крылышками, да, значит, Пруссий второй был женат на его сестре и, судя по всему, вот подчеркивал это преимущество. Охотник, ну, любил охоту и есть сообщение, что он организовал у себя при дворе целый зоопарк по персидской, вероятно, моде. Значит, Филипп второй, последний, по-моему, да, из селикидов, Борю Пус, Борю Пус, тяжелая нога, переводится, что означает убей меня, бог не знаю. Ну, скорее всего, это не внешность, это, ну, то ли он тяжелый на подъем был, не длительнее какой-то, может быть, вот так, ну, с этим, конечно, нужно еще разбираться. Далее, прозвище, имеющее отношение к каким-то географическим названиям. Ну, здесь, в общем-то, все понятно, да, то есть, точно так же, как были, Толемей, Аларик и Александр Ленкистеец. Здесь у нас, значит, Антиох 7, который долгое время жил в городе Сиды, на юге Малой Азии, Антиох 9, Кизикен, долгое время жил в Кизике, на побережье Мраморного моря, Антиох 13, азиатский, ну, вообще, Селевкиды, они все были азиатские, в общем, не очень понятно, почему потребовалось подчеркивать именно это, этот аспект его прозвища. Династия Селевкидов интересна еще тем, что тут появляются прозвища сирийские, то есть, семитские, на семитском, арамейском языке. Вот, отец и сын Александр I Бала, или Балас, это, судя по всему, господин Белл, во всех семитских языках, и Александр II Забина, вроде бы, это выкупленный раб, причем один раз всего это имя, это прозвище встречается, и в источнике непосредственно сказано, что вот его так прозвали сирийцы, то есть, имя, явно, совершенно сирийское. Ну, и, наконец, остаются некоторые прозвища, которые до сих пор, пока еще не получили какой-либо убедительной интерпретации. Это относится, например, к антигону второму Ганату, сыну антигону, Диметрия Полиаркета, отцу, упоминавшегося уже Диметрия II. Значит, ну вот, здесь считается, эта монета представляет собой стилизованное изображение щита македонского типа, а портрет это бог Пан, при помощи которого якобы антигон одержал победу над варварами, кельтами, галатами, вот при помощи Пана, что его врагов объяв панический ужас. Ну, считается, что здесь могли быть приданы черты какого-то портретного сходства с самим царем. Вот, что такое этот Ганат, совершенно непонятно. По одной из версий, по самой первой, и это где-то есть даже в источниках, что название города Гонны Фессалии, ну, где-то недалеко от Македонии, но в надписи уроженцы этого города именуются не Гоннатас, а Гоннеус. То есть, скорее всего, это ложная темология. От какого другого топонима, ну, вот, была очень хорошая статья американской исследовательности Брауна, где он обосновывает именно вот эту точку зрения. Был город Ганус в Афракии, недалеко где-то от того места, где Антигон как раз задержал победу свою над Кельтами. Может быть, это связано вот с этим городом, ну, как-то вот произошла перестановка глаз на почему-то. Могло иметь отношение к гоню колена. Ну, может быть, намек на хромоту какую-то. У нас неизвестно, был он хроман или нет, но есть еще есть такая версия, тоже она даже объясняется. Ну, и высказывалось, что это могло быть какое-то македонское слово, возможно, связанное вот тоже с коленом, но прямой греческой аналогии не имеющей. Вот эта мысль, мне кажется, весьма перспективна, поскольку она в значительном мере соответствует тому, что я буду говорить дальше про других представителей династии антигонидов, с прозвищами которых мы будем разбираться по подруге. И, наконец, появляются прозвища и у юнистических цариц, что вполне закономерно, поскольку царицы были зачастую весьма важными фигурами в политических делах, роль их была очень значительной нередко, ну и вот мы наблюдаем здесь такие прозвища. Значит, Береника Фернифорус, то есть, собственно, по-македонски она звучала даже Ференика, приносящая приданное, вот именно по-македонски, по-македонски слово, это дочь египетского царя Птолемея Второго, которая была выдана замуж за селектикского царя Антиоха Второго, после того, как завершилась война между этими двумя царями, причем война завершилась достаточно убедительной победой Антиоха, и считается, долгое время было непонятно, почему, ну, вроде бы, Птолемей потерпел поражение, а тут заключается такой династический брак, причем по результатам этого брака, вроде бы, потомки у Антиоха была уже на тот момент жена, причем его двоюродная сестра из хорошего, так сказать, рода, и были дети уже, но престол, судя по всему, должен был быть предназначен потомком вот этого брака, это, в общем, можно расценить как серьезный дипломатический успех, Птолемея хотел, потерпел поражение, но вот считается, что преданное, которое Береника с собой, так сказать, принесла, это, в сущности, была завуалированная форма контрибуции, то есть преданное было чрезмерно богатое и огромное, и, соответственно, оно практически выполняло роль, выполнено роль вот выплаты таких репараций. Тогда, в общем-то, многое становится понятным. Значит, Леопатра I сирийка, она стала так прозываться после того, как вышла замуж египетского царя и имя Клеопатра с тех пор становится египетской династией наиболее употребительной. Ну вот, Клеопатра ковка багряная, опять же, говорится, что это намекло какое-то на что-то непристойное, не будем отдаваться в детали. Ну и вот два примера давайте разберем поподробнее, потому что они действительно кажутся очень и очень интересными, содержательными и открывают как очень много нового нам и применительно к данным конкретным случаям, в которых были даны те или иные прозвища, ну и позволяют кое-какие сделать выводы и общего характера от неофициальных прозвищах юристических проектов. Итак, антигон первый. Значит, антигон одноглазый. если помните фильм Александра если смотрели, то там вот этот антигон показан вполне, ну правда показан совершенно не так, потому что он в походе практически не участвовал, он был оставлен в Малой Азии по итогу первого года похода, там он и до Индии дошел. Значит, что нам известно об этом человеке? он получил ранение в результате которого лишился глаза в 340 году во время кампании Филиппа II против греческого города Пилипфа. Плутарк рассказывает о том, что он, ну правда его там неправильно называет не антигоном, а антигеном, такой тоже был полководец у Александра, но он не был одноглазым. Ну и вот в красках расписывает как он храбро сражался и даже несмотря на это тяжелое ранение не оставил строя и не позволил даже вытернуть вот эту обвалятную стрелу, был в той поры пока не загнал осажденных обратных стен. Значит, интересно, что для характеристики одноглазости в греческом языке существует два слова. Монофтальмус, то есть буквально одноглазый и гетерофтальмус, буквально разноглазый. Ну, ни на русский, ни на какой другой современный европейский язык эту разницу не передать, это только по-гречески, можно ее ощутить. И чего-то я решил разобраться, почему он именуется то гетерофтальмус, то монофтальмус. Сейчас есть такой корпус, электронный корпус греческих источников кезаурус, лингвогрек, греческих и латинских. Программа Мусайус такая есть, если что, у Эдуарда Валерьевича есть, кому будет нужно, спросите. Где можно в поисковик загнать какое-то нужное слово, и он тебе выдает все, что касается все случаи употребления этого слова в сотнях источников. И выяснилась чрезвычайно интересная вещь, что монофтальмус применяется во всех источниках только и исключительно вот этому самому антигону первому, антигону одноглазых. Все остальные одноглазые персонажи, включая Филиппа Второго, они гетерофтальмус. Чему такая разница? Ну, я стал разбираться и выяснился очень интересную историю, что был такой философ Феокрит Киевский, который очень сильно не любил царей. Не любил он Александра, всячески над ним издевался, порицал Аристотеля за то, что тот отправился в Македонию воспитывать Александра. И антигона он тоже не любил. И как-то очень его всячески оскорблял, поносил заочно. И вот в одном из источников написано, что антигон у Элиана в острых рассказах написано, что антигон, который был гетерофтальмус, был прозван циклопом. Ну, понятно, циклоп вот такой одноглазненький товарищ мифологический. вот судя по всему циклопом мог прозвать его именно Феокрит. Потому что нам известно, что антигон вообще он был нормальный совершенно политик, суровый, но справедливый. Вот эта история с убийством Феокрита это одно из немногих таких его явно однозначно совершенно нехороших деяний. Феокрит значит антигон переписывался с Феокритом, хотел пригласить его к себе, чтобы они поговорили, помирились и отправил к нему своего бывшего полководца на тот момент главного повара. Вот и Феокрит сказал я хорошо знаю, что ты хочешь доставить меня к своему циклопу сырын. Ну товарищ был очень остерный язык явно, но в конце концов антигона это видимо достало и он приказал его убить. Ну видимо не казнить, поскольку он жил на Хиосе, далеко от антигона, но просто приказал как-то его заразить. И далее выясняется очень интересная вещь, что вот само это слово монофтельмос оно во всяких словарях, во всяких произведениях каких-то филологов, античных, которых никто не знает, кто они такие вообще, вот оно применяется, как оказывается исключительно, с помощью того же тезаос лингу грека выясняется, применяется исключительно к циклопам. Вот такая забавная вещь. То есть есть четкая разница, написано, скажем, гетероофтельмос тот, кто потерял один глаз в результате ранения, монофтельмос изначально одноглазый, как циклоп. Ну и получается, что, судя по всему, Антигон, поскольку Плутарх и Макробий очень подробно рассказывают об этой истории в разных контекстах, судя по всему, эта история с убийством Феокрита и с его обзывательствами в адрес Антигона получила достаточно широкую огласку, и уже после убийства Антигоном, по приказу Антигона Феокрита, царь, судя по всему, получил вот это вот оскорбительное такое прозвище. Плутарх пишет, что он переживал за свои одноглазости, и, собственно, как и Филипп Второй, но Филипп, правда, не звали, не называли циклопом. Меня вот отклонили статью на эту тему в одном западном журнале, сказали, а вот Филипп Второй тоже был одноглазый, его наверняка звали циклопом. Я посмотрел все обзывательства, которые Демосфен употребляет в адрес Филиппа Второго, циклопа там не значится. Более того, говорится, что вот он, дескать, был хромой и одноглазый, но такой энергичный, что Афини не могли с ним справиться. Ганнибалом тоже не называли. Тоже не называли. Плутарх перечисляет одноглазых политических деятелей Ганнибала, Филиппа, Эвмена и Антигона, естественно, называют Геттеров там еще. Ну и вот один, единственный такой у нас исторический персонаж, который не просто одноглазый, а, как это было грекам понятно, одноглазый, подобно циклопу, за свои жестокие тиранические черты характера и за убийство вот этого несчастного астралумного философа Феокрита. И еще один пример, связанный с прозвищем Антигона Третьего, который был значит, у нас как Досон, который много обещает, но подразумевается, видимо, мало делает, который был Эпитроп, Опекун, и вот всего лишь в двух источниках, причем один ссылается на другой, у Порфирия и у византийского автора Георгия Сингела фигурирует прозвище Фускас, Фуск, просто портрета, к сожалению, Антигона не сохранилась, поэтому я вот эту... Снимасись. Да. Вот эту рожицу решил поместить. Значит, Сингел, ссылаясь на Порфирия, пишет как раз, что когда умер Диметрий, царь Македонин, а его сын Филипп был еще малолетним, то Македонине назначили опекуном малолетнего Филиппа, представителя тоже царского рода Антигона по прозвищу Фуск. Что это за Фуск, совершенно непонятно. Есть очень хорошая книга об Антигоне Досоне, французская исследовательница Сильвия Лебаек в 1993 году она вышла, такая здоровенная книжка, подробно разбирается там прозвище его и Петров, и Досон, а про Фуск написано, что совершенно непонятно, почему это прозвище могло взяться и что оно обозначало. Ну, какие были версии? Была версия такая, что это слово имеет сходство с Фуском, с тем же Фусконом Кузаном, но, в общем-то, все, что мы знаем об Дегоне третьем, как-то против этой версии свидетельствует, потому как вроде бы он был вполне нормальным воином, хорошим полководцем, энергичным политиком, кроме того, судя по всему, помер от туберкулеза, чахоточный это явно, как сказать, не Пузан. Так что здесь вряд ли. Ну, при том, что и слова-то разные все-таки, да, как-то авторы этой версии не акцентируют на этого внимания. Хотя она пользуется такой гипотезой определенной популярностью. Затем фигурирует некий город Фискус. Поскольку мы помним, что были прозвища, связанные с какими-то географическими названиями, с городами, такой город был в Лаквиде Азольской в центральной Греции и почему-то, правда, вот Сильвия не отметил, что был такой город и в Македонии. Ну, опять же, он упоминается всего один раз. Какое отношение мог Антигон иметь к этому городу, непонятно. Ну, и опять же, одно дело Фискус, другое Фискус. Да, то есть, здесь как-то тоже все это довольно-таки сомнительно. Ну, да, я еще не написал еще одну версию, значит, я когда делал доклад по этой же теме в Московском университете, то мне коллега подсказал. Есть еще такое слово Фискос или Фюска мужского или женского рода означает колбаска-сосиска. Ну, царь-сосиска, да, нормально. В общем, тоже, конечно, вряд ли. Наконец, тоже вполне, так сказать, на поверхности лежит сходство этого имени с латинским словом Фускус, темный, мрачный, и такой, как номен, известен в Риме уже в третьем веке Дона Шири. Но у нас нет никаких сведений о том, что Антигон поддерживал какой-либо какие-либо контакты с Римом. Ну, и в Риме когномины греческого происхождения встречались, известные. Ну, квинт Марций Филипп, например. Филипп, возможно, за дипломатические отношения как раз с македонским царем Филиппом V. Вот. Почему-то никто не посмотрел, все в один голос твердя о том, что это имя непонятное, не трудно объяснимое, никто не отметил, не дал себе труда просто порыться в надписях и посмотреть, есть ли такое личное имя. Оказывается, оно есть, вполне себе есть, но вот, к сожалению, не удается точно сказать, то ли это, оно встречается в общей сложности где-то раз десять. Сейчас есть очень хорошее такое продолжающееся издание Lexicon of Greek Personal Names. То есть все-все-все-все имена известная из письменных источников, ну а главным образом, естественно, из надписей по регионам греческого мира. Ну и вот имя, личное имя Фускус встречается в надписях, к сожалению, только римского времени. Поэтому нам, собственно, непонятно, то ли это греческое имя или македонское, то ли это производное, ну, собственно, латинское Фускус, латинский когномен, который передан просто греческими буквами. Один пример совершенно бесспорный, там упоминается там Апий, Гней, Апий, Фуск. Ну, написано по-гречески из Мавой Азии, то есть здесь совершенно ясно это римское имя. В других частях непонятно, то есть не всегда сочетается оно с какими-то другими римскими именами. И особенно интересно, конечно, то, что дважды употребляется личное имя Фускус в надписях из Македонии и здесь же встречается и женское имя, производное от него Фуска. Ну, вот опять же, что это? То ли темное, то ли, так сказать, какое-то македонское слово. Больше Фуска нигде не встречается, кроме как в Македонии и это, опять же, заставляет думать, что все-таки, наверное, это личное имя македонского происхождения, то скоро от него есть вот и женский. Ну, и, наконец, как мне, собственно, надеяться, удалось разрешить эту загадку, просто, опять же, путем поиска в Тезауэз и Лимбурэка набрал Фускус в словаре Десихия черно-попел ему сказано. Фускус это Оксюкефалус. Оксюкефалус это что такое, по-гречески? Остроголовый. Остроголовый. И у того же Десихия есть, ну, опять, вполне логично, да, что прозвище связанное с особенностью внешности. Ну, портрета, к сожалению, нет, поэтому проверить не можно. Интересно, что у того же Десихия Оксюкефалус встречается еще и в этом контексте, где говорится, что Оксюкефалус означает это слово фоксос. Фоксос нормальное греческое слово, оно встречается во многих текстах, оно означает остроголовый тоже, так в частности именуется у Гомера ферсит, тот самый, помните, который страшный, ужасный, кривой, косоглазый, кривой, косоглазый, и вечно лезет куда не надо, имя-то у него такое, и внешность соответствующая. Вот, ну и как кажется не случайным, определенное, так сказать, чисто фонетическое исходство между фускос и фоксос. То есть, мне кажется, что фускос это македонское слово, которое означает вот примерно то же самое, что фуксос острый, ну, либо остроголовый, либо острый вообще, то есть, наверное, если мы считаем, что вот эти примеры, если это личный гибель, то, наверное, оно связано с какой-то семантикой не остроголовости, а остроты вообще, наверное, положительные какие-то коннотации, ну, остроголовый, понятно, это с какой-то иронией. Мы дальше сейчас увидим еще один пример. Ну, я проверил. У Гесихия порядка семидесяти приводится слов, о которых он говорит, что это македонское слово, и пять примерно слов, где, ну, вот такое определенное фонетическое сходство есть. Туту, Руто, что-то еще такое, значит, что слово македонское похоже на какое-то слово греческое, которое, оно, собственно, и означает, и это вполне понятно, поскольку сейчас, в общем-то, считается уже доказанным, что македонский язык был очень близок к греческому, представлял собой практически, наверное, один из диалектов. Ну, и в пользу вот такого объяснения свидетельствует то, что перикул носил такое ироническое прозвище схинокефалос. Схинокефалос, значит, зевс длинноголовый обычно переводится, но схина это какой-то опощь, морская луковица, так называемая, тоже имеющая длинную вытянутую форму, ну, вот у Бултарха, по-моему, написано, что перикул не очень радовался этому своему прозвищу и обычно носил шлем и вот его изобразили в шлем, чтобы, так сказать, его остроголовость не особо бросалась в глаза. Ну, и судя по всему, мы можем вполне допустить, что антигон-третий изначально носил прозвище именно вот фускос, македонское слово означающее остроголовый, ну, а потом, когда он стал опекуном, то он получил прозвище опекуна, потом, как стал вести активную политическую деятельность, то он стал Досоном, который много обещает, но мало дает, ну, и, соответственно, вот это изначальное его прозвище забылось и смысл его был платить. Ну, вот... Бусану не было. А? Бусану не было. Я хотел предложить свой портрет. Я еще пока не носил не дорос, да. Я говорю, Бусану он вряд ли мог быть, потому что он умер от туперкулеза. Чахоточные и Бусан это как-то вещи малозовместные. Ну, и вот, собственно, на двух конкретных примерах я вам показал то, что собой эти прозвища представляли, как они могли, в силу каких причин они могли быть даны, как они изменялись со временем, как их понимали или не понимали. Это, как мне кажется, весьма интересный показательный материал применительно к идеологии эллистического общества, к чувству юмора, демонстрирующего чувства юмора эллистических, людей эллистического времени. Ну, редко такие вещи, в общем-то, в источнике проявляются, но вот будем надеяться, что проект этот будет продолжаться, разрабатываться и вылиться в итоге в коллективную монографию, не только по прозвищам юмористических царей, но и по прозвищам царей персидских. Вот Эдвард Павелевич будет делать доплату. Кстати, вот интересно, что у царей иранского происхождения, почему-то прозвища не было ни в Пантийской, ни в Каппадокийской династии, ни в Парфянской, хотя у персов, у ахименидов были прозвища. Ну, будем надеяться, что этот проект удастся реализовать. Спасибо за внимание.